Мы с вами живем в то время, когда очень многие люди имеют желание и ищут ответ на вопрос, как поступать, что делать, чтобы поступки были правильными, чтобы взаимоотношения друг с другом и с Богом были добрыми. Когда у людей нет ответа на вопросы, очень правильно они делают, когда обращаются к Богу, к Слову Божьему, чтобы там найти ответ на вопрос, что делать. И когда люди задают этот вопрос, Бог его немножко продолжает и говорит, «О, человек, сказано тебе, что добро, что нужно делать, чтобы делать доброе». И это принесет благословение и человеку, и обществу. Об этом сегодня поговорим в нашей проповеди. Мир вам, братья и сестры! Слава Богу, что мы сегодня в Доме Божьем. Слава Богу, что мы снова видим лица друг друга. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих читаем. «О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действуя справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Во времена пребывания Иисуса Христа на земле, во плоти человеческой, один молодой человек подошел и сказал Иисусу Христу, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что делать? Что мне, извините, сделать доброго?» Так сказал молодой человек. Мне, думается, сегодня много людей задают вопрос себе, друг другу, «Что мне нужно сегодня делать, чтобы то, что я делаю, было добрым?» Слишком многое и очень быстро меняется в нашей жизни за последний месяц или за последний год. И у христиан, у людей, которые живут вокруг нас, в церквях, встает вопрос, а что сегодня делать, чтобы наши поступки были правильными, чтобы мы, поступая или творя что-либо, сделали доброе. Текст из Писания, который мы прочитали, он говорит об этом, что есть доброе для людей. «Как поступать, чтобы то, что человек делает, в конечном счете, было добрым?» «Что требует от человека Господь?» «Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Этот текст из Писания настолько объемный, что на каждые несколько слов, на каждую часть этого стиха можно говорить отдельную проповедь. Но приглашаю вас к тому, чтобы мы порассуждали на последней частью этого стиха. «Что для человека доброе?» «Смиренно-мудренно ходить пред Богом». Писание говорит о многих людях, которые ходили пред Богом. И говоря о нас с вами, мы слышим приглашение от Бога. «Ходить пред Богом, но в смиренной мудрости». Смиренная мудрость – это особенное состояние ума человека. Это тогда, когда человек имеет правильный образ мышления. Это тогда, когда человек правильно мыслит о себе, когда человек правильно мыслит о Боге, когда человек правильно мыслит обо всем том, что его окружает. И это мышление пришло к Нему не потому, что Он образованный человек. Это пришло к Нему потому, что Дух Святой, Господь внушил Ему это помышление. Это есть смиренная мудрость. Это тогда, когда отсутствует высокомерие. И смиренная мудрость – это не пассивный образ жизни. Когда человек сел и сидит, чтобы никого не обидеть, чтобы, глядя, не сказать лишнее слово или не совершить неправильный поступок. Смиренная мудрость – это активный образ жизни. И поиск, может быть, изначально ответов, кто есть я, кто есть Бог и как мне поступать в этой жизни. И когда люди активны в поиске ответов на эти вопросы, они очень часто поднимают вопль к Богу, как когда-то апостол Павел сказал. «Бедный я человек, доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. И это уже делаю не я, а живущий во мне грех. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Активный поиск того, что добро, привел апостола Павла к правильному пониманию, кто есть он. А немножко раньше он встретился с Господом. И он задал вопрос, кто ты, Господи? И он услышал, я Иисус, которого ты гонишь. Павел, апостол, был особенным человеком. Извините, я делаю акцент на том, что он был активным человеком. Павел нисколько не растрачивает времени, как только он услышал, что это Иисус, которого он гонит, он тут же говорит, Господи, что повелишь мне делать? В нашей жизни как-то привычнее по-другому. Он должен был покаяться. Он должен был прожить какое-то время после покаяния, а потом бы уже начинать что-то делать. Мудрость, которую он приобрел у ног Гамалиила, научила его совершенно другого понимания Бога. Как только ему на пути является Бог, для апостола Павла это особенный момент его жизни – получить от Бога повеление и начинать делать то, что Бог желает для него. Пророк Михей говорит смиренно-мудренно, ходить пред Богом – это повеление для нас от Бога. В Библии есть много примеров о том, как люди ходили пред Богом. Енох ходил пред Богом. Пятая глава книги Бытия. Енох ходил пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, а потом его не стало, потому что Бог его взял. И по санне к евреям читаем, что он получил ответ от Бога, что, ходя пред Богом, он угодил Богу. По рождению Мафусала Енох ходил пред Богом 300 лет, и его не стало. Ходить пред Богом не так просто. Было в то время, когда жил Енох. Но он ходил пред Богом. И за дня в день – одно и то же. И за дня в день нельзя поступить по-другому. И за дня в день слышишь одни и те же вопросы. Почему ты так себя ведешь? Почему ты так поступаешь? И один и тот же ответ. Люди слышали от Еноха. Потому что Бог так повелел. Енох ходил пред Богом 300 лет. У каждого из нас уже наверняка есть стаж хождения пред Богом. Но 300 лет ни у кого нет. Есть 30, 40, может быть, у кого-то 60, а кто-то, может быть, даже и до 70 лет дошел в возрасте хождения пред Богом. И в какой-то мере мы можем понимать, насколько же сложно было Еноху ходить пред Богом. Следующий, о ком хотелось бы вспомнить – это Ной. Ной ходил пред Богом. Особенный момент в его жизни, когда он строил ковчег. Бог говорит Ною – строй ковчег. На сухом месте строится корабль. И его слова людям, которые приходят и спрашивают, что ты делаешь? Бог повелел мне строить ковчег, потому что на землю придет потоп. Придет много воды, которая подымет этот корабль и унесет его. И те, которые будут в этом корабле, будут спасены от вод потопа. Это было великим удивлением для людей. Дождя не было. Земля рошалась росою, пар подымался из земли. Откуда может прийти столько воды, чтобы этот большой корабль мог всплыть и пойти по воде? Для людей это были странные вещи. И они могли говорить друг другу какой-то странный человек на сухом месте строит корабль и говорит, что будет потоп. И, наверное, многие люди могли приходить и убеждать Ноя – что ты делаешь? Все ли в порядке с твоим мышлением? Но Ноя говорил – Бог повелел мне это делать. Ной ходил пред Богом. Бог повелел ему это делать. Апостол Иоанн пишет свое третье послание и говорит о том, что он очень радуется. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Это радостная весть для престарелого апостола. Дети Божьи ходят в истине. И почему они это делают? Это заповедь от Небесного Отца – ходить в истине, ходить пред Богом. Бог явился Аврааму и говорит ему в 17 главе книги Бытия «Ходи предо Мною и будь непорочен». Ходить пред Богом предполагается не просто так. Ходить пред Богом – это значит хранить себя в непорочном состоянии. И Бог говорит – истина и добро, истина и непорочность определяют, ходит ли человек пред Богом или уже не ходит пред Богом. Еще один человек, которым Бог хвалился, о котором Бог так много оставил информации в Писании – Давид, муж по сердцу Божьему, ходит пред Богом. И история его жизни есть особенный урок для нас с вами. Давид остался дома. Его уговорили уже не идти со своей армией, а оставаться дома. И Давид ходит пред Богом. А потом было время, когда он захотел подняться на кровлю, чтобы там помолиться, там поразмыслить. Давид, поднимаясь на кровлю своего дома, шел вместе с Богом, но возвращался оттуда уже сам, уже без Бога. Потому что из кровли дома он увидел Версавию. У него в голове сложились планы. Он уже многое-многое задумал и решил это исполнить. Туда он шел с Богом. Назад возвращался уже без Бога. Так скоро можно оказаться в состоянии, когда человек ходит уже не с Богом, ходит не пред Богом. И потом Бог, наблюдая за нами, говорит о том, ходи пред Богом и будь непорочен. В 15 главе Евангелия Луки с 8 стиха мы читаем историю, притчу о женщине, у которой было 10 драх, и она одну потеряла. И она мила свой дом. Она осматривала тщательно все, что есть в доме. Ей нужно было обязательно найти эту потерявшуюся драхму. Почему это так? Историки и люди, которые описывают культуру людей, живущих в то время, говорят, что в семьях некоторых было принято мужьям давать женам особенное украшение. В ее головной убор, в ее платок мужьям вшивали 10 драхм. Иудеи знали, что это число Божие, число святости Божьей. И они хотели, чтобы их жены представляли Бога. И, представляя семью, были женами, которые являются совершенными, которые являются честными, чистыми, праведными женами. И были люди, которые из своей повязки забирали несколько драхм. Кто-то забирал одну, кто-то забирал две, а кто-то даже три. И когда шли женщины издалека, казалось, все правильно, все хорошо, все на своем месте, что-то есть у нее на голове. Но когда они приближались ближе, становилось видно, у кого-то 10 драхм, а у кого-то есть недостаток. Меньше драхм на платке головы было у тех женщин, которые были женщинами легкого поведения, которые шли, чтобы найти мужчину или юношу и увлечь его в греховное деяние. Издалека казалось все хорошо, но когда прийти поближе, оказывается, что-то не так. Говоря об этом всем, друзья мои, мне очень хочется, чтобы мы понимали одну истину. В христианстве не может быть такого состояния жизни, чтобы издалека было все хорошо и правильно, а близко можно было бы рассмотреть, что что-то не так, что-то неправильно, что-то здесь недостает. Ходить пред Богом это значит, когда и издалека, и близко всегда одинаково. Давид, сойдя с кровли дома, оказался во грехе, шел без Бога. Но его падение в грех научило его очень многому. Очень скоро, когда восстал его сын Авесолом, и он должен был спасать свою жизнь, уходя из дома, он шел и встретил его семей. Он бросает в его сторону пыль, он бросает в его сторону камни и говорит, уходи, уходи, убийца. Его военачальники Давида Иоав говорит, кто этот мертвый пес, что злословит царя? Разреши мне, и я пойду сниму с него голову. Давид же говорит, что мне и вам, сыны Соруины, Бог повелел ему злословить Давида. Пусть злословит. Его падение привело его к тому, что он понял, что значит смирение, что значит ходить пред Богом в смирении, со смиренной мудростью, ни с царской, ни с высокой человеческой, ни какой-либо другой, но именно этой смиренной мудрости. И потому он понимает, Бог разрешил ему это делать, и пусть он делает, а я теперь хочу ходить пред Богом. Христиане должны стремиться к тому, чтобы и вблизи, и издалека они были теми, которые в смиренной мудрости ходили пред Богом. Мудрость и добро это то, что так нужно человеку, и Бог об этом нам напоминает. Бог говорит о том, что это можно приобрести тогда, когда мы придем к смиренному состоянию. Истинное смиренно-мудрее у нас с вами будет тогда, когда у нас будет христианский евангельский характер, когда у нас будет евангельский образ мышления и когда у нас будет евангельский образ жизни. Пусть Господь благословит нас и даст нам с вами мудрости ходить пред Богом со смиренным сердцем. Аминь. Помолимся Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok